итак добрый день господа искатели свободной энергии расскажу про тот эксперимент который я сделал пытался повторить деда который появлялся там на реал странники и рассказывал про индукционную печку это тот эффект как он рассказывать с бисфилярной катушкой тесловской я тут вот и и таким образом намотал значит вот индукционная печка сразу скажу я там ничего не отключал в этой потом попозже расскажу почему значит сделал такую катушку намотал вот ее подсоединил вот провод идет идет сюда к нагрузке нагрузка меня вот чайник и лампочки 4 штуки по 20 ватт и обыкновенный конденсатор один микрофарад 500 вольт и значит обнаружил случайно такой эффект значит по теории индукционная печка если она не видит нагрузки то есть не нагрузка если нету металлического предмета значит она как бы не должно включаться не должна работать проверим так ли это включаем ставлю 6 5 режим поставил 5 режим это где-то 400 ватт на потребление слышим как она пикает и ничего не происходит ставим ставим катушку то же самое ничего не происходит и тогда а единственное что видно что печка скажем в режиме ожидания делает импульсы и пытается как говорится найти себе нагрузку ее нету но я подключаю я включил в сеть просто дополнительную нагрузку на эту индукционную печку не на печку а то есть и на катушку который поставил наверх и если вы слышите чайник начинает закипать лампочки горят через одну 4 лампочки вот они они присоединены последовательно цепь то есть на но горит только через одну почему такой эффект не знаю значит особенность особенность для съема этой энергии значит если вы увидите то чтобы получить индукционную пдс ну который возвращать туда назад бифилярку цепь то есть всю нагрузку надо вешать на одну сторону конденсатора и цепь замыкать конденсатора и цепь замыкать конденсатором то есть не впереди ставить конденсатор а в самом конце цепи и тогда начинает кипеть чайник и гореть лампочки еще если мы чайник скипает мы его отключаем то индукционная плита автоматически отключается как мы знаем отключиться она может только при одном условии если печка и датчик в печке видит что вот эта катушка становится магнетиком то есть по теории насколько я понял бифилярная катушка не может быть магнетиком но при определенных условиях она таким становится вот что доказывает этот наглядный пример пока спасибо потом дальше расскажу еще какие-то эффекты итак задан вопрос сколько же потребляет сама печка при такой работе я думаю для чистоты эксперимента сначала надо проверить сколько печка потребляет ну на холостом ходу без нагрузки берете будем то что у меня есть вот такое клещи смотрим значит холостой ход печка тратит ну 40 0 0 кума 46 47 ампер сама на себя теперь возьмем посмотрим сколько же это печка потребляет с нормальной как бы нагрузкой своем нормальном режиме включилась смотрим потребление прыгает прыгает значит 4 4 4 4 ампера скажем так 4 ампера теперь теперь снимаем нагрузку печка естественно отключается становится дежурном режиме ждет нагрузку ставим нашу наш бублик да он уже подключен к нагрузке печка включилась идем смотреть что что у нас тут происходит чайник начинает кипеть значит изначально смотрим сколько у нас и значит от от индукционки не то есть это наши пифилярки по кабелю идет сюда вот заходит два конца смотрим на одном конце сколько на одном конце потребление 2 кома 50 2 кома 5 на втором конце 283 то есть если вы увидите то она на каждом конце катушки бифилярки есть разница потребляемым падение то есть в амперах и которая связана с тем что вся нагрузка на один конец если видите видите один конец второй конец от бифилярки абсолютно свободный и он к нему ничего не подходит чайник кипит лампочки горит через одну как и было раньше значит померим ток не только то есть напряжение какое же напряжение на концах сейчас тут попытаюсь поставить сложно одной рукой значит сейчас сейчас выключил и включу заново как тут у нас то есть ставим так подключаем чтоб вольты померить то есть вот у нас что у нас показывает показывает где то 100 190 190 вольт значит разность потенциала в концах 190 вольт смотрим еще самое интересное что оба этих конца не знаю видно горит лампочка и второй конец тоже горит лампочка видите две фазы то есть в бифилярке сейчас чайник скипел сейчас он выключится автоматом и вырубится сейчас он должен выключиться уже скипел ну может быть дождемся значит ситуация такая что из бифилярки выходит две фазы оба конца фазные то есть работа у нас насколько я понимаю делает фаза то есть получается что конденсатор и его облицовка внутри эти две фазы непрерывно его толкают то в одну то в другую сторону как поршень и качают качают ток да качает этот потенциал туда-сюда и как говорится делают работу работу в данный момент это наш чайник лампочки значит что еще как мы как я думаю значит конденсатор это напряжение внутри значит пытается все время выравниваться ну как у нас в природе все пытается встать в равновесии если нарушать это равновесие то есть естественно природа плюс там в данный момент электричество плюс и там скажем какие то природные и другие силы пытается сделать это равновесие чтобы был ноль а мы просто через конденсатор нарушаем это равновесие и естественным образом она пытается восстановиться ну восстановиться что и является вот что и делает эту работу является весь эффект весь эффект в банальном конденсаторе который просто является тем самым рычагом который непрерывно делает работу таким образом что пытается восстановить баланс вот так очень как бы просто я готов если есть какие то вопросы конечно задавайте мне это мне было бы интересно вы умные люди много знаете и я от электрики далек и мне самому хотелось бы разобраться в этом что и почему так происходит так и при нагрузке померим сколько у нас ну вот при нагрузке даже даже здесь нагрузка стала ну чуть меньше почти то же самое чуть чуть меньше может быть уменьшилось ну так поскольку две фазы сколько там было 2,8 3 ампера на каждое то есть как бы получается что два рычага по 3 ампера могут делать работу я не нагружал не пробовал там другие варианты как еще можно нагрузить я знаю что я пробовал значит вот этот утюг пробовал ставить еще в добавку в нагрузку тоже грелся но естественно произошел спад спад все выключим тут вот пар уже идет ну вот значит пробовал утюг ставить в нагрузку ну получилось так что потенциал упал там сейчас было 190 вольтов упал до 175 вольт значит плохо было то что утюг значит этот